ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Южной Корее началась вторая волна COVID-19. Глава Организации Центров по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи Чон Энген сообщила, что в столице страны Сиули и в окрестностях увеличилось число зараженных. В организации ожидали начало второй волны осенью или зимой, однако прогнозы оказались неверными. Корейские врачи опасаются, что рост заражений может продолжиться, если люди не будут соблюдать правила дистанцирования. На территории Китая за минувшие сутки было выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Напомним, вспышка инфекции произошла на оптовом рынке в Пекине. В число новых больных входит 22 активных случаев заражения коронавирусом и 7 его носителей без симптомов. За истекшие 24 часа в Китае никто не умер от COVID-19. В России число новых больных продолжает снижаться. По состоянию на 23 июня в стране зафиксировано нарастающим итогом почти 600 тысяч заражений. За минувшие сутки выявили 7 425 новых случаев. Многих волнует вопрос, можно ли заразиться COVID-19 при купании в открытых водоемах. Купаться можно, не боясь коронавируса, заявили в ней эпидемиология Роспотребнадзора. Заразиться COVID-19 в открытых водоемах невозможно из-за особого воздействия солнечных лучей. Кроме того, пока нет научных доказательств того, что коронавирус способен распространяться через воду. В открытых водоемах высокая инсоляция, а это для SARS-CoV-2 губительно. 216 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Нижегородской области по состоянию на 23 июня. Общее количество заболевших COVID-19 достигло 15 990. При этом только за минувшие сутки выздоровело 484 человека. Таким образом, всего от коронавируса в Нижегородской области уже вылечилось почти 9 тысяч человек. Свободный коечный фонд достиг 48%, а коэффициент распространения инфекции снизился до 0,99. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатели равны или меньше единицы, могут при наличии свободных инфекционных коек и по охвату тестирования приступать к смягчению ограничений. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу. При значении 0,5 и менее к третьему. В Сарове зафиксировали еще три новых случая заражения коронавирусом. Затишье временное. Накануне провели только 41 исследование. Нарастающим итогом за все время эпидемии 427 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 134 саровчанина. Из тех, кто продолжает болеть, 50 госпитализированы, 40 в инфекционное отделение нашей больницы и 10 в Приволжский окружной медицинский центр. За день обе саровские лаборатории провели 323 исследования. Подробнее о ситуации с коронавирусом в Сарове рассказала главный санитарный врач по городу Ирина Игнатьева. У нас развернуто еще одно отделение в клинической больнице для больных коронавирусной инфекцией. Оснащено всем необходимым оборудованием. И они тоже готовы принимать больных, если это понадобится. С учетом новых открытых коек у нас свободный коечный фонд на сегодняшний день составляет 52%. И это уже спокойно. В этом отношении могут быть спокойны все, потому что мне эти вопросы задают. Охват тестирования по-прежнему большой. На сегодняшний день это 278 в сутки в пересчете на 100 тысяч населения. Это достаточно для того, чтобы охватывать больных, контактных и тем, кому необходимо по долгу работы. Но это не тот объем, чтобы сделать абсолютно всем. Я еще раз напоминаю, что те люди, которые не попадают под обязательные бесплатные, могут обращаться и делать эти анализы на платной основе в трех лабораториях города. Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь Парада Победы. Из-за эпидемиологической ситуации в Сарове все торжественные мероприятия отменили. В официальных группах канала «16» в социальных сетях мы спросили горожан, как они планировали провести этот день. Посмотреть Парад Победы по телевизору собирались более 30% участников опроса. Пересмотреть фильмы о войне почти 8%. Работают 24 июня почти 15% респондентов. Не собирались сделать ничего особенного большинство тех, кто принял участие в опросе. Дистанционное знакомство с ВУЗом. Подача документов онлайн, экзамены через интернет и консультации по телефону. Приемная кампания в ВУЗах в этом году проходит в новом формате. Двери институтов закрыты для абитуриентов и их родителей. Общаться можно только на расстоянии. Как в этом году можно поступить в ВУЗы? С какими сложностями могут столкнуться будущие студенты и где можно получить всю необходимую информацию, расскажем далее. Когда стало понятно, что к лету пандемия не закончится и приемную кампанию нужно переносить в интернет-пространство, ВУЗы нашей страны начали активно к этому готовиться. Сарфуты и Ниелу Мифи устроил виртуальный день открытых дверей на своих интернет-ресурсах. Также ВУЗ организовал несколько каналов взаимодействия с абитуриентами. Это консультации по телефону, переписка по электронной почте, сообщения в личных кабинетах, обратная связь через соцсети. Также сотрудники приемной комиссии по понедельникам стали проводить вебинары. На всех наших сайтах и в группе ВКонтакте размещены ссылки. И в определенное время, это в 11 утра или в 7 вечера, для того, чтобы родители, работающие могли подключиться, ребята входят по этой ссылке и задают вопрос. Вчера у нас, например, был вебинар, так как только-только были утверждены сроки, я ребятам рассказала о сроках, о том, как будет проходить поэтапное зачисление. В этом году даты ЕГЭ постоянно сдвигали. Такая ситуация вызывала напряженность у абитуриентов. После утверждения расписания единого госэкзамена, Министерство науки и высшего образования утвердило сроки подачи документов и сроки поэтапного зачисления. Если магистратура будет подавать документы до 5 августа предварительная аспирантура, то бакалавриат ребята будут подавать буквально до 18 августа. И зачисление уже будет в последних числах августа. Но к 1 сентября все будут зачислены, и 1 сентября начнется учебный год. На данный момент у нас уже 21 обработанное дело на все уровни образования, и бакалавриат, и специалитет, и магистратура, аспирантура, и политехникум. И еще около 20 дел находятся в обработке. По правилам приема выпускники могут подавать документы до сдачи ЕГЭ. После того, как результат станет известен, система автоматически обновит все данные. Также после ЕГЭ определится проходной бал. Для некоторых категорий абитуриентов есть вступительные испытания. Их проходят те, кто имеет диплом среднего профессионального образования, или граждане, которые хотят получить второе высшее образование. В магистратуру и аспирантуру все студенты поступают на основании конкурсного отбора, то есть дают тесты по ряду предметов. В этом году экзамены дистанционные. У нас будет работать система «Проктор-еду». Это система, которая позволяет идентифицировать абитуриентов, отслеживать процесс написания, все это фиксировать. Ну а потом наши сотрудники будут проверять сотрудники вуза. Ну и вторая категория – это ребята, которые поступают в магистратуру, аспирантуру. Для них обязательное вступительное испытание в виде собеседования по тому блоку, что они изучили. Для будущих аспирантов добавляется экзамен по английскому языку. Все это также пройдет дистанционно. Для вуза такая форма взаимодействия сложности не вызывает. Весной отработали все механизмы и настроили программы. Онлайн-экзамен и виртуальная подача документов – это плюс прежде всего для иногородних абитуриентов. Заявление уже отправили ребята из Арзамаса, Дзержинска, Нижнего Новгорода и Каира. Ожидается личное дело из Приморского края. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для всех учеников начальной школы. Для этого в 2020 году регионам направят 22 миллиарда рублей. В 2021 и 2022 годах размер субсидий составит более 43 миллиардов каждый. За регионами оставят право организовать дополнительное питание. Другая важная информация в подборке коротких новостей. К 2023 году размер материнского капитала может вырасти до 525 тысяч рублей за рождение первого ребенка и почти 700 за второго. Об этом со ссылкой на проект основных характеристик пенсионного фонда сообщает российская газета. Для справки. Сейчас размер материнского капитала на первенца составляет 466 тысяч 617 рублей. При рождении второго ребенка он увеличивается на 150 тысяч. В ближайшие годы власти намерены постепенно увеличивать эти суммы, в том числе путем ежегодной индексации материнского капитала на величину инфляции. Сыровчан предупредили об угрозе встречи с медведем. На днях военнослужащие одной из застав обнаружили следы зверя в районе лесного квартала номер 5. Сотрудники лесопарка незамедлительно организовали патрулирование в районе садоводческого товарищества «Авангард Кремешки», газовые просеки и серебряных ключей. Горожан убедительно просят воздержаться от посещения лесов в этих районах. О возможности освоить новые профессии расскажут по телефону. В четверг 25 июня служба занятости региона проведет горячую линию партнер по теме профессиональное обучение. Безработных, женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми, граждан старших возрастов. Звонки будут принимать по номеру 8 831 234 07 18 с 10 утра и до полудня. 460 метров до ближайшей площадки по сбору ТКО. С февраля этого года жители частного сектора в районе аэродрома вынуждены носить мусор за сотни метров от своих домов. Для тех, у кого есть собственный транспорт, это не составляет труда. Но для пенсионеров такие маршруты становятся непосильными. Тем более, что погодные условия не всегда благоприятные. Чтобы разобраться в проблеме жителей микрорайона, обратились в городской дозор. Пять лет назад частный сектор около аэродрома мало напоминал жилой район. По словам Татьяны Пугачёвой, мусор тогда валялся везде и всюду, в каждом проезде. В один прекрасный день всё изменилось. Жители обязали купить индивидуальные контейнеры для сбора отходов. И несколько раз в неделю специальная машина проезжала по улицам и забирала из них мусор. Микрорайон преобразился. Стали покупать триммеры, стали косить, стали цветы около дома. Всё, чистота и порядок. С февраля месяца у нас никто ничего не сообщал и сказали. Всё, теперь чисто город возить не будет. Теперь ближайшие контейнеры расположены на улице Полевой 2. И, например, от дома номер 12 по улице Осипенко нужно пройти 460 метров, чтобы выбросить пакет с мусором. Для пожилого человека это внушительное расстояние. По словам Татьяны Пугачёвой, на весь частный сектор оставили всего несколько мест, куда можно отнести мусор. Там вот около аэродрома, около магазина, вот пятачок, где бывшие московские автобусы ездили, и вот здесь на Полевой час. Отсюда увезли туда. Всё, у нас здесь больше некуда мусор носить. То есть вот оттуда, с последних домов, вот с огородов, вот с этих, там же тоже люди прописаны живут. У нас носить некуда мусор. В администрации нам пояснили, что контейнерные площадки установлены в соответствии с нормативами. О проблемах со складированием ТКО в районе аэродрома сотрудники департамента городского хозяйства знают. И уже два месяца ведут переговоры с региональным оператором о том, чтобы пересмотреть схему вывоза мусора из частного сектора. Мы считаем, что действительно целесообразно вернуться с территории ИЖС к вывозу с индивидуальных контейнеров. И при этом рассматривать в перспективе опять вопрос отхода от этих контейнерных площадок. Потому что контейнерные площадки ставились с учётом организации требований раздельного сбора. Но, как обычно, реформа и бежит вперёд. Мы стараемся обеспечить её реализацию путём создания специального инженерного оборудования, а сознание людей отстаёт. Некоторые саровчане совершенно не утруждают себя, оставляют мусор там, где раньше стоял бункер. И там вновь образуется стихийная свалка. В администрации пояснили, что возможна установка дополнительных площадок для сбора ТКО. Для этого нужно написать заявление в департамент городского хозяйства. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Народные мотивы искусства набирают популярность, из-за чего всё больше музыкантов осваивают игру на балалайке «Гармоний гуслях». В нашем городе игре на балалайке учат в детской музыкальной школе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Константин Александрович Махар 22 года преподает в детской музыкальной школе имени Балакирева игру на балалайке. Казалось бы, простой инструмент, три струны и всего лишь две ноты. Но чтобы его освоить, нужны годы. Балалайка отличается своей самобытностью и уникальностью. Позволяет играть разноплановые композиции от классики до современности. На балалайке исполняют и классику, и русские народные, плясовые, виртуозные произведения. Естественно, виртуозы балалайшники пишут и современную музыку. Константин также играет на домбре и гитаре. По словам преподавателя, балалайка – инструмент скорее мужской. Он отличается тем, что играют на нем исключительно пальцами, без медиатора и прочих приспособлений, отчего пальцы грубеют, а иногда стираются до крови. Балалайка вообще считается струно-щипковым инструментом, но единственный инструмент, где применяются удары. Потому что основным приемом на балалайке является бряцание. А когда одним пальцем по всем струнам. Чем старше инструмент, тем ценнее на нем играть. Балалайке Константина Махарта 34 года. Она остается бессменной на протяжении всего творческого пути музыканта. Этот инструмент у меня единственный. Мне его купили, когда я поступил в музыкальное училище. Мастер был такой известный в Подмосковье, в Нахабино, Емельянов. Много мастеров, хороших, очень хорошие балалайки. Когда прикипишь к одному инструменту, он тебе родной. Чтобы играть на профессиональном уровне, нужны годы обучения и кропотливой работы, непрерывные выступления. Виртуозы отдают всю свою жизнь творчеству и исконно русскому инструменту, в звуках которого, как многие считают, живет народная душа. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин